МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в пятницу 16 ноября. В студии работает Андрей Тенн. Это аккуратно о главных событиях. Казахстан входит в десятку ведущих мировых экспортеров муки и пшеницы. Достойный вклад в этот показатель вносит наш регион. В Караганде отметили День работника сельского хозяйства. Факты незаконных переработок госслужащих установили специалисты Департамента госслужбы и противодействию коррупции. В четверг вечером инспекторы обошли 6 государственных органов. На Самаркандском водохранилище в Тимиртау построят миниатюрную гидроэлектростанцию. О реализации проекта рассказали в карагандинском филиале Казводхоз. В текущем году в Карагандинской области собрано более 1 миллиона тонн зерна, 363 тысячи тонн картофеля, 102 тысячи тонн овощей. В целом, несмотря на погодные условия, фермерам удалось собрать хороший урожай зерновых и овощных культур. Объемы производства сельхозпродукции выросли по сравнению с прошлым годом. В театре имени Станиславского состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников сельского хозяйства. Хлеб всему голова, говорят в народе. Чтобы в доме каждого карагандинца всегда был свежий и вкусный хлеб, Наталья и ее коллеги трудятся, не покладая рук. Сегодня начальник смены на хлебозаводе «Сарарканан» Наталья Филимонова была награждена почетной грамотой от Министерства сельского хозяйства. Женщина уверена, что это достижение всего завода, которому, к слову, всего два года. У нас молодой завод, два года нам всего, но стараемся, развиваемся, новые технологии осваиваем. Задачи перед нами стоят немалые, давать качество хорошее. Сегодня мы с гордостью можем заявить, что сельскохозяйственная отрасль региона развивается быстрыми темпами. Яркий тому пример – экспорт баранины в Китай. Недавно в Поднебесную отправили первую партию мяса. До конца года отправят еще тысячу тонн. Удалось завоевать внимание и рынка Европы. Ее жителям полюбилось сухое кобылье молоко, которое производят в Осокаровском районе. Одним словом, наш агропромышленный комплекс вносит свой вклад в развитие экономики. Это отметил и глава региона Ерлан Кушанов. Теперь перед нами стоит главная задача главы государства, определенная цель не просто накопить страну, но и обеспечить конкуренцию казахстанских силхозтоваров на мировой рынке. Наша продукция уже во всем мире признана как экологически чистая, натуральная и обладающая высокими вкусовыми качествами. И многие страны готовы ее покупать. Всего в преддверии профессионального праздника были награждены 29 человек. Высоко отметили заслуги ветеранов сельского хозяйства. Наградили глав крестьянских хозяйств за высокую продуктивность. Не остались без внимания и руководители крупных хозяйств, которые создают условия для жителей сел. Этот праздник отмечается несколько десятилетий подряд. Это праздник агрономов, садоводов, комбайнеров и трактористов, специалистов и руководителей сельскохозяйственных предприятий и ферм, работников фермерских хозяйств. Это праздник людей, от которых зависит наличие и качество того, что мы употребляем в пищу. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Факты незаконных переработок госслужащих установили специалисты Департамента госслужбы и противодействию коррупции. В четверг вечером инспекторы обошли шесть государственных органов. О руководителях, не соблюдающих Трудовой кодекс, подробнее в сюжете. Как показывает практика в Казахстане, рабочий день длится 8 часов только на бумаге. А на деле же госслужащие перерабатывают в среднем полтора часа в день. В ходе рейда специалисты Департамента госслужбы и противодействию коррупции убедились в том, что карагандинские госслужащие тоже задерживаются на работе. Правда, сами они по понятным причинам твердили в один голос. Это впервые. А другие вовсе заявили, что это их собственное желание. Всего специалисты Департамента наведались в шесть государственных органов и в каждом пытались оправдать себя различными причинами. Мол, было много посетителей, большой объем работы, технические неисправности. Начальники отделов пытались убедить инспекторов в том, что это происходит впервые. Подобные инспектирования в госорганах проводятся с целью искоренения незаконных фактов переработок. Помимо этого, ежеквартально госслужащие принимают участие в опросах. Они показывают, что количество таких фактов идет на спад. Если в первом квартале текущего года 20% из запрошенных показали, что имеет место факты переработок, то результаты анкетирования в третьем квартале показывают, что только лишь 14% госслужащих показывают, что есть на сегодняшний день факты переработок. По закону сверхурочная работа должна компенсироваться материально или выходными днями. Однако этого придерживаются далеко не все руководители. Обратить внимание на эту проблему призвал и глава государства Нурсултан Назарбаев. В некоторых ведомствах установили систему отключения компьютеров после окончания рабочего времени. Но пока даже это не позволяет отучить госслужащих засиживаться допоздна. Торжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандзинский. Еще одно предприятие Абайского района поддержало инициативу главы государства повышения оплаты труда. Уже с начала следующего года компания Астроагро ЛТД планирует поднять минимальную заработную плату на 10%. На предприятии, расположенном в селе Куксу, работает около 200 человек. На сегодняшний день средняя заработная плата достигает 100 тысяч тенге. А со следующего года предприятие планирует поднять оплату труда своим сотрудникам на 10%. По словам руководства, улучшение качества жизни работников является одним из главных задач предприятия. «Наше предприятие полностью поддерживает инициативу президента о повышении качества жизни работников. Мы усердно трудимся в этом направлении и всячески стараемся, чтобы наши сотрудники ни в чем не нуждались. Сегодня мы обеспечиваем работой сотни людей. Все они вносят свой вклад в развитие предприятия. Поэтому мы всегда ценим их труд и в дальнейшем планируем расширить производство». Основное направление деятельности предприятия – выращивание семенного картофеля европейской селекции. С 2007 года предприятию присвоен статус элитопроизводящего семенного хозяйства. Картофелехранилище, оснащенное современным оборудованием, позволяет сохранить до 20 тысяч тонн картофеля. Помимо этого, хозяйство также занимается выращиванием кормовых культур. «Мы работаем летом на полях. У нас прополка картофеля идет, прополка моркови. Заготавливаем мы на зиму метла в склад. Осень – уборка урожая у нас, картофеля. Зимой переборка картофеля работает. Обещаю, что повышение зарплаты после Нового года. Зарплата у нас очень отличная». Сегодня в сельском округе Коксу работают более 30 крестьянских хозяйств. Больше половины из них подписали меморандум с Акиматом Абайского района. Уже со следующего года в хозяйствах запланировано увеличение заработных плат в размере от 8 до 20%. На Самаркандском водохранилище Тимиртау построят миниатюрную гидроэлектростанцию. О реализации проекта рассказали в карагандинском филиале «Казводхоз». О гидропотенциале Карагандинской области расскажет Токжан Лянова. Вода из всех источников энергии является самым щадящим для окружающей среды. В развитых странах мира на гидроэлектростанции приходится до 90% вырабатываемой в стране электроэнергии. Гидропотенциал Казахстана не так велик. Однако, согласно поручению главы государства, перед нами стоит задача довести долю альтернативной энергии до 30% к 2030 году. Так, на территории Карагандинской области планируется строительство еще одной мини-гидроэлектростанции. Она расположится на Самаркандском водохранилище. Будет установлено немецкое оборудование. Об этом рассказало руководство карагандинского филиала «Казводхоз». И вот один из следующих проектов будет на Самаркандском водохранилище. Тоже крупный промышленный регион на Самаркандском расположен. Это вот «Миттлстил», «НашТЭЦ». В общем, много там потребителей и сельскохозяйственную воду получает. И мы, значит, ту воду, которую с Самарканда будем для потребителей опускать, попутно будет вырабатывать электроэнергию. А пока первой и единственной в нашем регионе остается мини-гидроэлектростанция на Интумакском водохранилище. Проект был реализован с участием китайской компании в 2015 году в рамках очистки реки Нура. Сегодня станция обеспечивает электроэнергией себя, а также поставляет ее в общую энергосеть. Ну, тариф около 20 тенге, не помню точно, 19 тенге. Около 20 тенге за киловатт в час. Компенсирует государство нам. Жарик снимает показания. У нас сейчас стоят два прибора. АСКУИ – это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Там в любое время и в конторе, и в жирике могут посмотреть, какая идет вырабатка электроэнергии. Здесь расположен генератор, установленный китайской компанией в 2013 году. Схема довольно проста. Вода поступает через трубопровод диаметром 1400 мм. Затем данный поток воды раскручивает турбину, которая вращает сам генератор. Максимальная мощность может достигать 670 кВт в час. Стоит отметить, что генератор работает в полностью автоматизированном режиме. В настоящее время в Карагандинской области уделяется особое внимание использованию возобновляемых источников энергии. Это соответствует концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике. Строительство новых мини-ГЭС в регионе позволит развивать зеленую энергетику. Ведь по статистике, лишь 12,3% электроэнергии в стране вырабатывается из водных ресурсов, когда как 72% из угля, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. Торжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде впервые прошел областной интеллектуальный трехязычный конкурс. В нем состязались 8 учеников из специализированных школ области. Цель мероприятия – развитие интеллектуального потенциала молодежи, свободно владеющей тремя языками. В сказках написал Александр Сергеевич Пушкин. 5, 10, 15. Which ocean surrounds the Maldives? Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. That's the name of the master of Mokhtar Avezar, Mokhtar Shahan, Mokhtar Mahalim. Конкурс полиглотов, требующий особой находчивости и знаний, в этом году впервые проводится на областном уровне. Для оценки интеллектуальных способностей участников конкурс состоялся из четырех этапов. В каждом этапе были даны задания из школьной программы «Истории, традиции и мира кино». Вопросы задавались на казахском, русском и английском языках. Организаторы отмечают, что данный конкурс поможет реализовать политику трехязычия в стране. Целью данного конкурса является реализация государственной программы развития и функционирования языков Республики Казахстан на 2011-2019 годы. Также расширение социально-коммуникативных функций государственного языка, сохранение общекультурной функции русского языка, а также реализация политики треединства языков нашей страны. В конкурсе приняли участие самые талантливые учащиеся школы, которые прошли предварительный отбор. Один из участников – ученик девятого класса Назарбаев интеллектуальной школы Дарын Кулькенов. По его словам, участвуя в подобных конкурсах, молодежь будет стремиться изучать языки и разносторонне развиваться. Я не знал насчет этого конкурса. Мне сообщила моя учительница по английскому языку, Камшат Маратовна. Я очень ей благодарен. На самом деле, я не знал об этом конкурсе, но после того, как она мне сообщила, я заинтересовался данной темой, а именно темой трехязычия. Потому что мне кажется, что трехязычие – актуальная тема сейчас, и нашему народу она очень нужна. Потому что развивая трехязычие, мы будем развивать не только наш народ, но и в плане образования, в плане, в духовном плане. По итогам соревнования трехязычным лидерам были вручены памятные подарки, кубки и благодарственные письма. Организаторы мероприятия в дальнейшем планируют провести конкурс «Штельдеку-шпасше» теперь уже среди студентов. Мульдир Жакана, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, от которых чаще всего умирают люди. 14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Специалисты Карагандинской поликлиники номер 3 организовали информационную акцию в одном из торговых домов города. Фанзеля Карамовна Галявиддинова работает продавцом в одном из торговых домов Караганды. Именно здесь специалисты третьей поликлиники организовали выездной прием граждан. Измерение артериального давления, пробы крови на сахар, различные советы – все это не бывает лишним, считает Фанзеля Карамовна. Очень хорошо заботятся наши в третьей поликлинике доктора, все это медицинские учреждения. Очень мы рады, очень удобно. Спасибо за заботу. Специалисты отмечают, что сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. Но здоровое питание, регулярная физическая активность, поддержание здорового веса тела, воздержание от употребления табака могут сократить риск возникновения диабета или отсрочить его возникновение. Мы организовали эту акцию для тех, кто не находит время для посещения поликлиники. Сахарный диабет – очень распространенное заболевание. Его особенность в том, что люди не сразу замечают признаки болезни. Если запустить заболевание, это может привести к плохому исходу. Нельзя оставлять это без внимания. Мы проведем такие же акции и в других местах. Сахарный диабет в Казахстане введен в ранг социально значимых заболеваний, требующих системного решения и мер государственного реагирования. Численность лиц с диабетом растет с каждым годом. Однако болезнь не имеет негативного влияния на здоровье, если контролировать уровень сахара и предотвращать набор веса. Доказано, что простые меры по изменению образа жизни помогут предотвратить или отсрочить диабет. Андрей Тен, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!